Здравствуйте, уважаемые телезрители! Культурный союз двух языков, осетинского и русского, сложившаяся действительность Южной Осетии. Новый выпуск научно-методического и общественно-литературного журнала «Русское слово в Южной Осетии» подсвящен 15-летию признания Российской Федерации государственной независимости Республики Южной Осетии. В мероприятии, организованном апрел ЮО и ЮГУ, много участников. Ректор ЮГУ Вадим Тедеев, советник-посланник посольства России в Южной Осетии Александр Журов, глава представительства Россотрудничества Южной Осетии Сергей Комиссаров, старший советник российского посольства Максим Ершов, глава нацбанка Жанна Джиоева и, конечно, члены ассоциации, учителя русистых школ Южной Осетии, преподаватели и студенты университета. Презентация периодического издания традиционно открывается творческой зарисовкой. Не стало исключением и презентация 23-го выпуска, начавшаяся с декларации стихов. По доброй традиции, наше мероприятие начнется с прочтения стихотворений нашими прекрасными студентками филологического факультета ЮГУ. Нелли Гогичева, как сладок сердцу вкус победы. Как сладок сердцу вкус победы, гимн торжественной душе, и вера зыбкая, что беды не поколеблют нас уже. На благо тяжшие учения и боль потерянных готов, конец жестокого учения, и Бог утешить нас готов. Оля Чехурова, давайте протянем друг другу мы руки. Давайте протянем друг другу мы руки, и слышать счастливую весь нашу мир. От бед и тревог, и от вечной поруки, навечно избавлен любимый наш Ир. Не во множестве силы, в единстве народа, так славится Ир наш народом своим. Александр Сергеевич Слушкин, левитникам России. О чем шумите, народные бедии? Зачем анафермой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение ли вы? Оставьте. Этот спор славян между собой. Домашний. Давний спор, уж взвешенный судьбой. Вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собой воюют эти племена. Не раз склонилась под грозой. То их, то наша сторона. Журнал издается уже десятый год. Преобразуется в своем развитии и подача материала в печатном издании. Данный выпуск отличает современные и креативные дизайнерские решения. Неизменной остается подборка интересных публикаций. Журнал – один из эффективных механизмов общественной дипломатии в целях продвижения и поддержки русского языка, диалога культур двух наших народов, удивительного цивилизационного союза. Он отражает многообразие профессиональных интересов учителей, активно включен в непрерывное развитие учителя, приобщение студенчества к академическим традициям науки. Ведь коллегия журнала стремилась показать современную Южную Осетию, но и также обращалась к ретроспективе событий, которые предшествовали признанию. И, как вы видите, журнал получился достаточно интересный, многогранный. И отдельное спасибо всем авторам материалов за ваш труд и всем, кто работал над 23-м номером. Удивительное чувство победы и понимание того, что мы 15 лет живем в мире без грохота, без страха, без ужасов войны, это опьяняющее чувство. Пять лет назад мы тоже создавали специальный номер, тогда, конечно, посвященный десятилетию журнала, но за пять лет прошедших прошло столько новых событий, состоялось, таких, как мы въехали в новое здание университета, и сегодня мы имеем возможность обучать студентов, работать в таком современном, красивом учебном заведении. Построены школы, построены улицы, каждый день утверждается мир и покой на нашей земле, нам вернули честь и достоинство, и, конечно, мы с выходом этого номера хотели поддержать те исторические решения, ту историческую дату, которая состоялась 26 августа. Признание независимости Южной Осетии и Российской Федерации прежде всего уверенность в безопасном и устойчивом развитии республики. Об этом и многом другом сказал в своем выступлении ректор Йогу Вадим Тедеев, неизменно принимающий участие в презентации очередного выпуска журнала. 26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость республики Южной Осетии. Перед этим были ожесточенные бои на территории Южной Осетии, когда благодаря самоотверженности ополченцев, благодаря всемирной помощи, в том числе военной, со стороны Российской Федерации, со стороны наших друзей, которые приехали с нами вместе защищать нашу родину, фактически был спасен от полного уничтожения народа Южной Осетии. По следующим логическим продолжением акта признания, это было подписание главами стран договора о союзничестве и интеграции. Также при абсолютном содействии Российской Федерации независимость Южной Осетии признали члены ООН, крупнейшие страны Латинской Америки, Никарагуа, Венесуэла, крупная Арабская Республика, Сирийская Арабская Республика и другие страны. Это говорит о том, что Российская Федерация полностью взяла под свой контроль в первую очередь обеспечения безопасности нашей молодой страны, ну а также и международный статус, который сегодня наша страна заполучила. На днях у нас был с визитом министра иностранных дел Никарагуа. Это высокопоставленное дипломатическое лицо страны, которое изъявило желание именно узнать мне версию поближе. До этого были у нас визиты послов Венесуэла, Российской Федерации Южной Осетии, Никарагуа, Российской Федерации Южной Осетии и многие-многие другие высокопоставленные лица, которые к нам приезжали, чисто проявив интерес не только к Южной Осетии в целом, но и к нашим университетам. Поэтому я этим своим вступительным словом хочу просто обозначить тот смысл для каждого из нас, для каждого гражданина Южной Осетии, для каждого гражданина Российской Федерации. Здесь фактически 97% это граждане Южной Осетии и Российской Федерации. Насколько важно было это признание, насколько для нас были важны гарантии безопасности. И фактически то, что по периметру Республики Южной Осетии находятся российские войска, это не только гарантии безопасности для нашей молодой республики, но и некий баланс сил на Южном Кавказе. Знаменательный факт, что этот номер превращен именно к 15-летию признания Российской Федерации Южной Осетии, но также радует высокое качество полиграфии, а это наша уже университетская типография. Выбранная судьба осетинского народа, несмотря на возникающие обстоятельства, идти одним путем с Россией. Красновичиво выразили этот выбор строгий собственного четверостишья Нелли Гогичевой, преподавателя ЮГУ. То, что касается осетинского народа, наверное, я выражу мнение всего нашего народа, что это не навязанная нам какая-то судьба и дружба с русским народом, с его культурой, с его языком. Это исходит из глубины нашего сердца. И, по-моему, никто не будет против этого. И меня всегда удивляет вот то состояние, которое наблюдается сейчас по всему миру. Червь, которая грызет людей изнутри, вот это нелюбви к русскому народу, это очень обидно, это очень непонятно, откуда вообще это берется. И у меня есть вот такие четыре строчки. Не наказать, убить и погубить их не могли враждебные народы. Сейчас Россию модно не любить, а я, пожалуй, отстаю от моды. Два человека представлены в журнале «Вначале журнала» это Костаха и Дагурова, Росли Иван Чапаев. Оба не являлись до любой, так сказать, уголка с предыдущей осетинами, но в то же время русский язык для них был возможностью выйти за пределы Осетии и стать, скажем так, очень признанными людьми. Русский язык был инструмент выражения их творчества, научного потенциала. Это очень важно и вот это знаменательно. Большое спасибо, что дали возможность опубликоваться в этом журнале, потому что это журнал статусный, и авторство в нем предполагает, конечно же, большую ответственность и, так сказать, возможность для поддержания своего имиджа. Мне также очень приятно, что на странице журнала присутствует и осетинская речь, и осетинский писатель, и представитель. Это как раз вот это двое, так сказать, синкретизм, если возьму такое слово, в данном случае, вот как раз синкретизм, это русский и осетинский языки, они вот как раз состояние души каждого осетина, особенно в Южной Осетии. Это часть нашего менталитета, нашего мировоззрения. А то, что сделали два языка государственными, русский и осетинский, это просто отражение уже сложившейся реальности. Да и Юрий отразился де-факто, ситуация де-факто. Важные и приятные новости от Национального банка Южной Осетии сообщила присутствующим на презентации Жанна Джиоева. Уже 15 лет мы не устаем говорить спасибо Российской Федерации, что сегодня мы существуем, что мы развиваемся, мы живем в мире. Что касается журнала, я с радостью, с удовольствием увидела материал, который посвящен Национальному банку, нашей монете. Пока материал готовился, у нас еще монета была не изготовлена. Сейчас уже у нас была презентация памятной монеты, которая посвящена 15-летию признания независимости Республики Южной Осетии Российской Федерации. Мы ее презентовали. Я с удовольствием передам в музейный комплекс ЮОГУ монету и каталог памятных монет, который у нас тоже был приурочен к праздничной дате. Национальный банк учредил на следующий учебный год, на предстоящий учебный год, стипендию для факультета русской филологии и для факультета осетинской филологии. Студенты у нас уже получают стипендию Национального банка. Это студенты инженерно-экономического факультета. Там три специальности. Стипендия по 5 тысяч. И эта стипендия тоже будет. Российские коллеги всегда с пониманием и поддержкой относятся к изданию русского слова в Южной Осетии. Конечно же, мы далеки были от мысли, что апрел укусит возможность отразить на средство журнала особо для нас сектатом. 26-го раз, которая непосредственно сопряжена с другой. Трагическое, я считаю, датой выступления России и Южной Осетии это первое умное падение Грузии на Южную Осетию 8 августа и последовавшие вслед за этим тяжелые дни для республики. Надо сказать, что 26 августа, мне кажется, есть отражением, что и подтверждением этого особого отношения россиян, граждан Российской Федерации к жителям Южной Осетии. Их восприятие, личное поле и трагедии, которые они пережили и готовность помочь им в трудной ситуации эти усилия, набрасные на оказание поддержки республики, видимо, в эти дни за 15 лет было сделано достаточно много. В последние дни наши делитации об этом очень много говорили. Было масса публикаций в прессе и в СМИ об этом говорил Марат Менюш в своем интервью Южной Осетии. Мы тоже ознакомились с ним. Здесь редакция журнала, я думаю, не изменила своей хорошей традицией, замечательной традицией издавать высококлассный из художественной точки зрения и содержательный журнал, издание. Мне очень приятно сегодня присутствовать здесь и осознавать, что я попал в страну, где я в полной мере буду ощущать поддержку своей деятельности. Русский язык – одна из приоритетных задач руссотрудничества. И здесь я для себя не вижу никаких препятствий. Современная тенденция показывает, что бумажные издания, к сожалению, уходят от нас. И мне очень приятно, что я смог подержать в руках именно бумажные издания. Сергей Комиссаров, глава представительства Россотрудничества Южной Осетии, также выступил с особой миссией на презентации данного выпуска журнала. Новоиспеченный студент Йогу Гамлет Бакаев стал победителем звездного диктанта «Поехали». Лауреат получил не только радость победы, но и подарки от Россотрудничества. Я от Россотрудничества получил письмо с просьбой поздравить вашего теперь же студента. Он закончил школу в этом году. Гамлет Бакаев является победителем диктанта, тематического диктанта. Звездный диктант, да. Звездный диктант. «Поехали». Человек увлечен космосом, этой темой и смог сам пройти все этапы и стать победителем. Поздравляю вас с этим. И в эту же тему вам соответствующая книга. Ну и для того, чтобы было попроще записывать на лекции, здесь определенная принадлежность. Вы молодец.